Самый лучший день в спортивной карьере еще впереди, уверена юная фигуристка и ее новый тренер. А пока на Сучинском льду под жизнеутверждающий хит Юля практически заново учится кататься. После новогодних каникул и болезни она только третий день на льду. До финала Кубка России остается меньше месяца, всего ничего для подготовки фигуриста. Ничего, ничего. У нас, конечно, есть какие-то моменты технические, которые нужно дорабатывать, над чем мы работаем. И будем работать и после финала Кубка России, потому что это не самый быстрый процесс, который можно придумать. Это достаточно такая длинная история. Но у Юли есть характер, у Юли есть талант и, соответственно, у нее есть очень большие шансы, что она с этим совсем справится. Лепницкая тоже в своих силах не сомневается и следующий аксель делает чисто. Девушка, признается, в Сочи помогает даже ставшей почти родным лед. Именно здесь два спортивных сезона назад она получила мировую известность. Теперь родным для фигуристки стал и сам Олимпийский Сочи. Здесь она быстро освоилась, хотя, говорит, первое время было непривычно без московских пробок. Тренировок у нас, в принципе, не меньше нисколько, но и работы у нас не меньше. То есть я вообще не понимаю, как так вот могло случиться. Но мы реально тут как бы успеваем и ездить, и гулять. Посмотрели там скайпарк, по-моему, называется, и горы, посмотрели Красную Поляну, и на море я тут хожу, и как бы, что еще надо для жизни. Совсем скоро спортсменка начнет готовить новые программы к будущему спортивному сезону. Имя Юлии Лепницкой еще громко прозвучит на весь мир на самых крупных спортивных соревнованиях, уверен Нурманов. Что касается прошлых неудач от падения на скульском льду, не застрахован даже олимпийский чемпион, тренер олимпийской чемпионки. Этот лед тренеры уже между собой называют кузницей лучших фигуристов страны. Однако он притягивает не только олимпийских чемпионов, но и тех, кто еще делает первые шаги на скользком пути фигуриста. В Сочинском центре фигурного катания на одном льду тренируются совсем юные спортсмены, всего около 120 ребят и те, кто стал для них кумиром. Кто знает, может, следующая олимпийская чемпионка вырастет именно на сочинском льду. Продолжение следует...